Как вести себя в армии? Пожалуй, один из самых распространенных поисковых запросов среди призывников, по которому любой поисковик выдает массу форумов и видео, содержащих весьма странные, или я бы даже сказал, вредные советы. Не моем, блядь, ни полы, ни туалеты, нихуя. Полы тут моют, ну все туалет убирают, здесь ничего такого нет. Из этого ролика вы узнаете о том, как же вести себя в армии, как успешно влиться в коллектив, наладить отношения с командирами и безболезненно пройти срочную службу. По традиции, перед началом ролика хочу поблагодарить топ-донатеров последних стримов, а также много уважаемых спонсоров канала, в частности, старого прапора Red Smog. И да, прошлый ролик меньше чем за неделю собрал 10 тысяч лайков. Господа, мое почтение. Думаю, каждый, кто хоть раз интересовался армейской тематикой, сталкивался с таким утверждением. Как в армии себя поставишь, так к тебе и будут относиться. И с данными словами нельзя не согласиться, однако многие ребята трактуют их не совсем верно. Ставим себя так, что я нихуя делать не буду, там бейте мне ебало, похуй... Блять. Наслушавшись всяких бывалых служак, такие салаги приходят в армию и пытаются строить и себя отрицал. Мол, вы мне не указ, я вообще-то крутой и никакие полы я тут мыть не буду. И в былые времена в некоторых частях такое действительно работало, потому что срок службы был два года, срочники могли занимать командирские должности и взаимоотношения в коллективе были немного другими. Сейчас же все командирские должности заняты контрактниками, а срочники это просто текучка, постоянно сменяемый поток ребят, которые пришли, задачки повыполняли и ушли. И даже обросшие различными слухами кавказцы, про армейский беспредел которых слагают настоящие легенды, в открытую конфронтацию с командирами стараются не вступать. Какие-то особо криминальные части не в счет. Поговорка «как себя поставишь, так и будут относиться» работает только во взаимоотношениях между самими солдатами, а с командирами котируется исключительно устав и безоговорочная субординация. В общем, самый главный совет, как вести себя в армии, это не пытайся менять систему, блотовать и гнуть пальцы. Меньше говори, больше слушай и самое главное запоминай и применяй то, что вам говорят. Тогда ты быстрее освоишься и поймешь, как работает вся эта армейская экосистема. Далее, нужно научиться не поддаваться бушующим эмоциям. Ведь армия – это то место, где при любом раскладе, каким бы ты человеком не был, большую часть времени ты будешь делать то, что делают все остальные. Ну а то, как ты это будешь делать, зависит уже от тебя. Если ты по жизни весельчак, «Эхей, нас ебут, а мы смеемся, все равно мы тимбельнемся!» то просто продолжай веселиться. Если ты унылое говно, «Как же меня все это достало! Где сейчас моя любимая? Кто украл мои вафли?» то продолжай быть унылым говном. Ну а если ты контрактник… Так, стоп, чем опять тут у нас контрактники занимаются? Снова игра? Ну, и что хоть за игра-то? Warpass – это не просто мобильная стратегия в реальном времени, а настоящий аутентичный опыт Второй мировой войны, с высоким уровнем игровой свободы и более 100 различных юнитов с историческими деталями. Охуенная военная стратегия! В первую очередь, игра понравится любителям военной истории, так как игровая карта разработана на основе реальной местности культовых сражений. В режиме ПВЕ вы можете погрузиться в исторические битвы и пройти их в роли командира. При этом, благодаря доработкам и приспособлению к столкновениям, вы можете реализовывать такие стратегии, как окружение, рассеивание и ограничение позиций блокировки. Каждое подразделение может быть снаряжено индивидуально, а тактику ведения боя ты выбираешь сам. И самое главное, что победа в Warpass достигается именно за счет правильно выбранной стратегии, а не донатов и прочих платных привилегий. В наше время это редкость. Поэтому качай Warpass по ссылке в описании и посмотри на события Второй мировой войны командирским взглядом. Изначально вопрос, как вести себя в армии, казался мне несколько странным. Ведь армия – это самый обычный мужской коллектив. Такой же, как и на работе, на СТО или в страйкбольном клубе. Но ты же не гуглишь, как вести себя на СТО. И даже если бы существовала какая-то удачная комбинация фраз и моделей поведения, которая поможет тебе стать крутым и уважаемым солдатом, то ты в любом случае не сможешь придерживаться этих рекомендаций весь срок службы. Маску ты, конечно, можешь надеть, но носить ее целый год у тебя точно не получится. Потому что армейские условия всегда расставляют все по своим местам. И абсолютно каждый молодой солдат со временем обязательно покажет свое истинное «я». Это хуйня. Поэтому не нужно придумывать велосипед. Просто с самого начала будь собой. Потому что рано или поздно все все равно узнают, какой ты на самом деле. К примеру, на КМБ у нас был паренек, который очень сильно всех раздражал своей наглостью. В душ он всегда старался пролезть без очереди. Всех пытался подковырнуть и что-то закрысить. Ну то есть такая очень мерзкая личность. И к нему, как ни странно, претензий не было. Потому что все знали, что он такой вот мерзопакостный человек и слишком близко его к себе не подпускали. Однако спустя месяцы оказалось, что он такой далеко не один. Просто другие скрывались под маской. Да и он не самый плохой человек оказался. Из этого вытекает следующий совет из серии «Как вести себя в армии». В начале службы не нужно пытаться заводить друзей. Так как спустя некоторое время человек может оказаться вовсе не тем, кого вы считали другом. Первое время возьмите за правило сохранять нейтралитет. Будьте в коллективе, помогайте друг другу, но никому не привязывайтесь. Ведь сегодня он твой друг, а завтра он тебя сдал, подставил или растрепал все роти твои секреты. По той же самой причине не нужно сильно откровенничать и много рассказывать о себе. К примеру, у нас был паренек, который посчитал нужным рассказать о своей любви к оральным ласкам женских гениталий. И как-то вот он не подумал о том, что это могут не совсем адекватно воспринять в армейском коллективе. И мало того, что его засмеяли, так еще и всем на свете растрепали, и потом даже командиры не упускали возможности его лишний раз подъебнуть. Кстати, о командирах. Для того, чтобы командиры к вам нормально относились, необходимо просто не тупить, не косячить и их не подставлять. И так как далеко не все с этим справляются, тут действует правило любительского спорта. Нужно не показывать мастерство, а просто совершать ошибок меньше, чем другие. И на фоне откровенно тупорылых тройников, ты будешь казаться образцовым солдатом. Приказы необходимо выполнять четко и своевременно. Однако, тут нужно чувствовать грань, сохранять достоинство и не начать шестерить. Ибо к шнырям командиры относятся соответствующе. Ну и разумеется, нужно знать свои обязанности. Потому что чаще всего отношения между солдатом и командиром портятся из-за того, что первый не знает того, что должен знать наизусть, и палится в этом перед вышестоящим руководством. Тем самым, подставляя под удар жопу своего непосредственного начальника. И да, я знаю, что в некоторых особо рассосных частях обязанности не спрашивают. Но любая проверка, приехавшая в подразделение, может эту ситуацию исправить. Для тех, кому лень лазить по интернету в поисках необходимых обязанностей, я сделал универсальную памятку для солдата в СРФ. Приобрести ее можно в нашей группе в ВК. Или же просто оформите любую спонсорскую подписку и получите доступ к памятке бесплатно. Последнее, что нужно запомнить для успешного взаимоотношения с командирами – не ждите от них благодарности. Как бы ты ни старался и что бы ты ни делал, твой труд по достоинству оценят вряд ли. Потому что ты для них всего лишь очередная батарейка. Офицеры – это постоянные участники системы, а ты лишь расходный материал. К примеру, ты же не благодаришь мешки для мусора. Типа, ой, мешок, спасибо тебе, ты такой крепкий, так много моих бутылок в себя вместил. Нет, ты просто его выбрасываешь и все. А он, между прочим, тоже старался. Для более спокойной и размеренной жизни желательно вообще из серой массы не выделяться. Тогда у тебя и время свободное будет, и ответственности меньше. Но каждому свое, кому-то такое существование будет в тягость. Ну и напоследок, еще раз коснемся, как же вести себя в коллективе таких же, как и ты, срочников. В целом, в казарме работают все те же правила, что и в любом другом коллективе. Тут так же, как и в школе, есть более крутые, средние и всякие чуханы. Но в армии всегда нужно быть начеку. И помнить, что тут практически каждый постоянно пытается переложить свои обязанности на другого. И ваша задача – не быть этим другим. Банальный пример с мытьем полов. Более волевые и спортивные ребята иногда не хотят этим заниматься. Да и под конец службы вообще мало кто хочет этим заниматься. Поэтому за них это делают менее уверенные в себе чуханы. И причем они сами хотят им подчиняться. Об этом я уже рассказывал в ролике про опущенных в армии. Так вот, одно дело, когда ты в наряде или по графику твоя очередь убираться. Другое дело, когда тебя кто-то заставляет это делать. В первом случае, все нормально. Во втором, тебя пытаются эксплуатировать и тут уже нужно отстаивать свое достоинство. Ну и само собой не нужно ни на кого стучать, сдавать, воровать у своих и так далее. Это как бы базовые основы мужского коллектива. Резюмируем. Как же нужно вести себя в армии? Меньше говори, больше слушай, усваивай и воспроизводи в действиях. Знай свои обязанности и не подставляй командиров. Быстро и четко выполняй приказы. Но не старайся сильно, не жди благодарности и не шестери. Не пытайся изменить систему и не строй из себя героя. Будь собой, но сильно никому не открывайся, не загоняйся по ерунде и просто иногда веселись и дурачься. Ведь с юмором намного легче проходить через стрессовые ситуации. Пусть даже и с тупым юмором. Ну а на этом все. Призывникам терпения, их родителям здоровья. Спасибо за просмотр, доверие и поддержку. Ведь именно ваша поддержка мотивирует меня делать ролики чаще. Субтитры создавал DimaTorzok